Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вторая волна. В Сарове за сутки выявили 11 новых случаев заражения. Запертые в четырех стенах. Как помочь подросткам во время самоизоляции? Рукопашный бой на расстоянии. В спортивной школе кар проходят онлайн-тренировки. Далее расскажем обо всем подробно. В Африке зафиксировали новые вспышки лихорадки Эбола. Смертельный вирус повторно возник в городе Мбандака в Конго. Уже 5 человек скончались. Прошлая крупная эпидемия случилась в 2014 году, перекинувшись на западную часть материка и даже добравшись до Европы и США. Отдельный случай подозревали и в России. Смертность от Эбола может достигать 80-90%. Кроме того, в Африке растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Оно достигло 150 тысяч. Зафиксировано более 4 тысяч летальных исходов. Больше всего зараженных выявлено в ЮАР и Египте. Масштабы распространения инфекции на континенте растут. А материалы и оборудование для тестирования и лечения COVID-19 во многих странах по-прежнему в дефиците. Сроки прихода второй волны коронавируса в России будут зависеть от того, каким будет лето. Об этом в интервью РИА Новости заявила заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы управ делами президента Екатерина Трифонова. Ждать ли вспышки осенью, либо она придет раньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, считает врач. Наступление второй волны коронавируса зависит и от того, насколько быстро люди перейдут к обычному образу жизни, а также насколько быстро отменят ограничения. По мнению специалистов, избежать повторного распространения вируса невозможно, так как для людей он новый. Иммунитет к нему имеет малая доля жителей страны. При этом вторая волна будет менее интенсивной, чем первая, так как некоторая часть россиян уже переболела COVID-19. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что есть большая угроза нового всплеска коронавируса. Там отметили, что если распространение вируса вовремя не купировать, новый всплеск станет разрушительным. Всего в мире коронавирусом заразились около 6,5 миллионов человек. В России по состоянию на 4 июня общее число случаев заболеваний 441 108. За сутки добавилось новых больных 8831. Количество койк для граждан, переносящих коронавирус без симптомов, будет увеличено в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мерик-Гусейнов. По его словам, места в медучреждениях будут выделяться для определенных групп населения, которым требуется социальная самоизоляция, чтобы они не распространяли болезнь. Такие койки для бессимптомных будут нести скорее социальный статус, нежели медицинский. Большое количество людей переносит вирус без симптомов, но такое течение болезни для определенных групп населения важно контролировать. Делать это желательно централизованно, подчеркнул Мерик-Гусейнов. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 6 летальных и 357 новых случаев заражения коронавируса. Всего, по данным на 4 июня, в области зарегистрировано более 11 тысяч больных COVID-19. Из них выздоровели почти 4,5 тысячи. Умерли 122 человека. В Сарове за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 4 выросло число людей, которые справились с болезнью. В клинической больнице номер 50 лечатся 13 человек. Еще двое соровчан находятся в Нижнем Новгороде. Один в Приволжском окружном медицинском центре, другая в роддоме номер 4. На карантин посадили 150 человек, контактирующих с зараженными. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили соровчан, на что они решились во время самоизоляции. Вариант похудеть выбрали почти 10% опрошенных. Освоили новую профессию 4% респондентов. Уволили с прежней работы 1%. Завели домашние животные 3%. Подростковый возраст – это серьезное испытание как для самих детей, так и их родителей. Дети переходного возраста могут воспринимать самоизоляцию тяжелее других. Им нельзя гулять с друзьями, и повседневный быт очень ограничен. Как облегчить своим детям эти непростые дни, выясняла наша съемочная группа. Режим самоизоляции продолжается уже третий месяц. Однако многие подростки в нашем городе его не соблюдают. Они гуляют большими компаниями, без средств индивидуальной защиты и не держат дистанцию. Сидят на лавочках во дворах или заходят толпой в магазины. Как психолог я, конечно, понимаю, и родители это понимают, что в подростковом возрасте понятно, что общение – оно важно. И не получится его заменить сразу вот так вот, просто по щелчку сделать его виртуальным. Всех перевести на разные платформы виртуальные, сказать «ребята, теперь вы общаетесь так». К этому придется привыкать. Если подростку категорически запретить выходить на улицу, он может сделать это назло. Родителям важно объяснить ему все риски такого поведения. Сказать, что поступая по-своему, ребенок может принести вирус домой и заразить всю семью. Нужно предоставить подростку выбор – гулять и общаться с друзьями или поберечься. Выбор, он осуществляется взрослыми людьми. Подросток – это у нас еще взрослеющий организм. Но предоставляя ему выбор, ты автоматически делаешь его взрослым. Ну, хотя бы в твоих глазах он становится взрослым. И это важный психологический момент, когда мы даем ответственность человеку за его поступки. Даже в выборе о том, что идти на улицу или не идти. И после этого уже наступает такой момент, что подросток немного переосмысливает это все. Еще одна проблема, которая встала перед запертой дома семьей – отсутствие личного пространства. Нужно выстроить систему пребывания дома так, чтобы у каждого члена семьи был либо свой уголок, либо время, в которое он будет заниматься своими делами. То есть, если подросток у вас из своей практики играет на гитаре или учится играть на пианино – дело шумное. Вы, как взрослый человек, должны понять это и принять. И определенное время подросток должен этим заниматься. Если вы не хотите, чтобы он бунтовал и убегал из квартиры, не провоцируйте. У подростка должно быть свое время. Также Андрей Кочкин советует не пренебрегать совместными семейными ужинами, просмотром и обсуждением фильмов или настольными играми. Все это поможет скрепить семью и потом, когда режим самоизоляции закончится, с теплотой вспоминать проведенное вместе время. Также важно осваивать интернет-платформы, которые позволят встречаться на расстоянии. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Все чаще саровчане сообщают о встрече с лисой на территории лесопарка Сарова. Департамент городского хозяйства напоминает о мерах предосторожности. Лисы – частые переносчики бешенства. Не следует приближаться к ним или прикармливать их. При любом контакте с лисой рекомендуют обратиться к врачу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 5 июня в Сарове начнется отбор кандидатов на целевые места в ВУЗы от Орфиадсвнеев. В этом году собеседование будет проходить в дистанционном формате через видеоконференц-приложение «Зум». Выпускники, подавшие заявление на отбор, будут иметь возможность выбрать для собеседования удобное время. Более подробную информацию можно получить у своего классного руководителя или в департаменте образования по телефону 9 55 20. Касса Саровского драматического театра будет продолжать работу на протяжении всего июня. Это сделано для того, чтобы все саровчане, которые до пандемии и связанных с неограничений купили билеты, могли сдать их обратно. Касса работает с понедельника по пятницу включительно с 11 до 13 часов. С июля кассы, как и весь театр, уйдут в отпуск. В Саровском драмтеатре убедительно просят горожан перед визитом надевать маски и перчатки, а в самом здании соблюдать социальную дистанцию. Детский технопарк Кванториум Саров открыл предварительную запись на следующий учебный год. Ребят приглашают освоить новейшие технологии, научиться работать в команде и применять полученные навыки для создания собственных проектов. Обучение бесплатное. Детей зачисляют на модуле вне конкурса в порядке очередности поданных заявок. Более подробная информация в официальной группе Кванториум Саров ВКонтакте. Минздрав России предупредил об опасности использования комнатных кондиционеров в условиях пандемии нового коронавируса, поскольку эти устройства повышают риск заражения. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях ведомства по профилактике и лечению коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако представители Ассоциации предприятий индустрии климата говорят о том, что использовать кондиционеры все-таки можно, но при соблюдении определенных рекомендаций. Кондиционер – враг или друг. С одной стороны, он спасает от жары, с другой, Минздрав настоятельно рекомендует не использовать его в периоды разгула инфекций. Кондиционер, охлаждая воздух, гоняет его по кругу. И если в этом воздухе есть вирус, он разнесется по всему помещению. Впрочем, по словам специалистов, этого можно избежать, если правильно ухаживать за кондиционером. О том, что он якобы там способствует распространению вируса, ну, на самом деле, с одной стороны, да, и с другой стороны, нет. С той стороны, что да, это те кондиционеры, которые не обслуживаются должным образом, да, они засоряются, у них засоряются фильтры, вот, все это, соответственно, все трубки, и там уже, да, там уже риск заражения, он более высок. В том плане, что нет, ну, это когда кондиционер полностью обслужен, то есть все фильтра, все это почищено. Специалисты рекомендуют чистить кондиционеры раз в год. Обычно это делают после зимнего сезона при температуре воздуха на улице выше 16 градусов. Чтобы почистить кондиционер самостоятельно, вам необходимо открыть крышку, достать фильтр, промыть его водой, просушить и поставить обратно. После примерно двух лет эксплуатации его, тут уже процедура немножко другая. Мы достаем аналогичный также фильтр, вот, там за фильтром есть ребра определенные, вот, их нужно чистить, ну, взять обычную, обычную какую-то кисточку, их просто прочистить от пыли. Это на самом деле не так сложно, в этом ничего такого нет, только единственное, что момент, эти ребра довольно острые, вот, и в некоторых моментах они там могут быть замятые. Помимо внутреннего блока кондиционера, есть еще и наружные, которые также необходимо чистить. Для этого нужно пригласить специалистов. Специалистами, соответственно, которые приезжают, вскрываются, оттуда вычищается полностью пыль, и, если нужно, подкачивается фреон, который охлаждает там воздух. По словам специалистов, в среднем бытовые кондиционеры служат около пяти лет, но если за ними правильно ухаживать, то могут проработать и десять. При выборе кондиционера необходимо учитывать количество фильтров внутри, и чем их больше, тем лучше. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Приближается 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина и праздник поэзии. Обычно в этот день молодежный центр приглашает саровчан на творческий вечер, где можно посмотреть новые книжные выставки, почитать знакомые и вновь написанные стихи, послушать любимые песни. В этом году праздник пройдет в онлайн-формате. День поэзии в молодежно-библиотечном информационном центре проходит ежегодно. И каждый раз сотрудники библиотеки стараются придумывать для читателей новый формат общения. Совместно с творческими коллективами нашего города они создали документальный фильм «Поэзия подвига», который посвятили 75-летию Победы. Мне хотелось очень расставаться с мыслью о том, что этот праздник не состоится в этом году. И мы решили все-таки впустить этот праздник в каждый дом. Читателей ждет знакомство с художественной выставкой «Была весна, была победа», на которой представлены портреты участников Великой Отечественной. Также гости послушают военные песни и стихи в исполнении саровчан. Для нас это новая форма, и тем не менее нам было очень интересно в фильме соединить эти все виды искусства. То есть, понимаете, он получился такой очень доморощенный. То есть, вот все таланты – это таланты саровские. И поэтому, я думаю, что всем саровчанам будет очень интересно посмотреть на то, что творят и как живут творческие люди Сарова. Посмотреть документальный фильм можно будет уже в эту субботу, 6 июня в 10 часов утра на сайте библиотеки, либо на странице ВКонтакте Молодежного библиотечно-информационного центра. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Бассейные залы все еще закрыты, но воспитанники спортивной школы Икар не унывают и продолжают дистанционные тренировки. О том, как проходят онлайн-занятия в секции рукопашного боя, расскажем в следующем репортаже. Рукопашный бой – вид спорта для нашего города Новый Ихабибулагу Байдулин в январе разработал план тренировок для воспитанников детской спортивной школы Икар. Тогда же начались первые занятия. Но в марте всех спортсменов перевели на дистанционное обучение. Я создал группу в WhatsApp, в которую входят и родители, и дети, которые у нас занимаются. Выдаю им непосредственно задания на выполнение тренировочного процесса в домашних условиях, которые они должны выполнять. Тренировочный процесс состоит в основном из общеразвивающих упражнений на месте и в движении, специализированных упражнений на выполнение ударов, подворотов на бросочке, так как соперника нет самой борьбы и отработки в парах они не могут выполнять, а также общих физических упражнений. Всего в секции рукопашного боя занимается 61 спортсмен. За тренировками каждого Хабибула внимательно наблюдает, просматривает видео в социальных сетях, делает замечания и корректирует движения. В основном это ударные движения в виде ударов рук, ног, защитных действий. И говорю конкретно, подверни стопу, пяточку правой ноги, надо больше выводить наружу, либо оставлять внутри, надо больше шагнуть вперед, либо меньше шагнуть вперед. Какое-то движение быстро. О том, что, допустим, он забывает расположение руки, где она должна находиться. И так корректирует каждое движение поэтапно. После снятия ограничений Хабибулагу Байдулин планирует провести городские соревнования по рукопашному бою. А после со своими подопечными отправится на первенство Приволжского федерального округа. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.